Данный практический семинар будет состоять из двух основных презентаций, первая из которых посвящена тесту на производительность, который мы делали в Астриуме для спот-6 или плеяды, второе, тест проводился ракурсом, это скорее практическое исследование, которое на практике иллюстрирует уровень результативности плеядов. Меня зовут Михаил Туно, я являюсь картографом Астриума-сервис, я как картограф вчера перестал забросить свою карьеру международного певца, сейчас давайте вернемся к нашей профессии. Итак, спот-6 и плеяда, геометрические результаты работы их сенсоров, в моей презентации я поговорю о геометрической оценке этих двух новых сенсоров, которые управляются Астриумом на спот-6 и плеяда, они достаточно новые, и будет интересно представить внимание аудитории первые результаты оценки по их результативности и производительности. Здесь содержатся в основном характеристики, связанные с их гибкостью и универсальностью, связанные со стереоскопической возможностью, и иногда я в самом конце своей презентации работы я поговорю о том, какую культурную революцию мы испытали в Америке среди картографических агентств, особенно в спутниковых снимках и в серии плеяд, которые, как я уже говорил, это культурная революция, потому что старые профессиональные, но консервативные институты прежде всего интересуют АРФ в снимке, и поэтому требуется десятилетие для того, чтобы убедить их пользоваться именно спутниковыми снимками, а не раньше пользовались наземными снимками. Так, для картографов, я думаю, это будет интересно услышать. Итак, серия спот, как вы знаете, 27 лет опыта работы, более 100 миллиардов квадратных километров архивов, снятых снимков, начиная с 1986 года до 2004 года, благодаря споту 6 и будущему запуску споту 7 у нас будет общий срок эксплуатации практически, это охватывает два поколения, первое поколение, спот 1, спот 5, был профинансирован французским проектом, а новый уже спот 6 и спот 7, который будет запущен, полностью профинансирован и управляем АСКЮМ сервисом. У нас есть свой джойстик, которым мы оперируем этим спотником. Здесь представлен вид спот 6, который пытается сфотографировать фонтенблоу, но благодаря ракурсу. Сейчас мы уже получили хороший снимок, у нас нет таких проблем, как вот на этом слайде с облачностью. Расскажу о основных отличиях между спот 6 и спот 5. Спот 6 и спот 7 – мини-габаритные спутники, у них ворошей срок службы с 5 до 10 лет, но вы видите, что срок службы трудно предсказать, потому что спот 5 был запущен, скажем, в 2002 году и должен иметь срок эксплуатации 5 лет, но он до сих пор неплохо работает. Поэтому мы надеемся, что не менее результативным окажутся спотники спот 6 и спот 7, потому что, по идее, там используются еще более надежные технологии. Что касается разрешительных, по показателям по разрешению, мы увеличили с 2,5 до 1,5 метра в плане уровня захвата и мощности захвата. Мы можем иметь многополосный захват, что очень интересно для нас. Что касается встроенной, скажем, геометрии на борту, мы пользуемся GCP. Есть спецификация спот 6 и спот 7. На этой бумаге, может быть, не выглядит так, привлекает на по сравнению со спот 5. Потому что здесь написано всего 50 метров РМС. То есть, на самом деле, мы даем значительно более лучшие результаты. В любом случае, мы в пастриуме пользуемся референсной базой данных, которая называется Reference 3D, которая позволяет нам предоставлять хорошие продукты с точностью, указанной на слайде. Что касается гибкости, универсальности использования, о котором еще поговорю, спот 5 мог получать перекрестные снимки. Тем не менее, спот 6 может работать в любых плоскостях по любым осям. Что касается стереоскопических и 3 стереоскопических возможностей, об этом мы дополнительно еще, конечно, поговорим. И, наконец, по уровню захвата на спот 6 и 7 у нас есть 6 планов миссии, которые позволяют нам модифицировать барами миссии 6 раз в день. То есть, он очень гибкий, универсальный, который позволяет нам снизить потребности в сфере, мы можем получать 6 разных прогнозов в течение дня, для того, чтобы получать наиболее свежие данные по погоде, так как вы знаете, что облака являются основным врагом оптических сенсоров, и поэтому, если мы захотим выбрать место, где облака отсутствуют, то мы можем модифицировать нашу миссию и работать там. У нас уже есть опыт применения этого преимущества. Когда мы проводили двойное тестирование спот 5 и спота 6, в различных территориях мы видели, что спот 6 действительно дает значительно более качественные снимки без облаков, потому что он в любой момент может получать снимки между облаками, если можно так сказать, в тех местах, где территория более-менее безоблачная. Вот снимки полученные со спота 6. Говоря об универсальности спота 6 и спот 7 в будущем, спот 6 может обрабатывать до 11 различных целей, которые распределены по большой территории, где-то на орбите в 1000 километров, что достаточно паразитно, сравнивая это с предыдущим поколением спотов. Также он может получать многополосную съемку проводить, многополосную съемку где-то на территории 45 тысяч квадратных километров. Если вы хотите охватить большую территорию примерно в то же самое время, это тоже возможно. Несколько слов сейчас о различных нюансах. спот 6. Дело в том, что производит съемку с севера на юг. И существует определенное юстирование, которое всегда делает съемку с севера на юг. Это лучше сочетается, как правило, с теми зонами, которые представляют особый интерес, с которыми появляются широты и долгопая широта. Говоря о стереоскопии, три стереоскопии, в зависимости от бинтового коэффициента мы можем получить разные стереопары для стерео. 45 километров до 540 километров в зависимости от выбранного диапазона BNH. Мы можем при меньшей показателе, сама линза будет меньше, конечно. В случае 3 стерео диапазон составляет от 35 километров до 240 километров в зависимости от диапазона BNH. 3 стерео означает получение трех одновременных снимков. Как правило, фотографируем один в надир вперед, в передние и задние наклоны. Для этого используется SPOT 6, для того, чтобы производить съемку через GeoCell, так мы называем, то есть с разными градусами в 30 градусов за один пролет. И это также возможно, используя конкретные минимальные коэффициенты BNH. И в данном случае для стерео показательства 0.3, для 3 стерео 0.6. Преимущество заключается в том, что мы для более обширных пространств получаем четкие радиометрические параметры, и все корреляции и процессы, связанные с этим, оптимизированы должным образом. Теперь поговорим об оценке качества и производительности SPOT 6. Мы тестировали три основных на трех территориях. Одно место было у Бар, это в Австралии, Сент-Виктуар, это в Франции, Мельбурн, также Австралия. Мы получили где-то 3-4 снимка по каждому из тестируемых объектов. Вы должны помнить, конечно, что данного рода тестовые площадки очень удобны для проведения тестов, потому что, когда мы говорим о Сент-Виктуар, там есть фотограмметрические тестовые объекты, площадки, которые уже там организованы, и поэтому мы получаем фантастически точно установленные контрольные точки, которые дают очень качественные и позитивные результаты для тестов. Но это также означает, что они действительно представляют то, на что способен SPOT 6 в максимально оптимальной ситуации, конечно. Методология классическая. Мы проводим блочную корректировку с точностью по нашим точкам привязки, простите, контрольным точкам проводится совмещение по индивидуальным парам. После этого мы проводим радиометрическое совмещение, и соответствующее ЦМР потом объединяется вместе. Для SPOT 6 мы генерировали ЦМР с трехметровым разбегом. Работая в Сент-Виктуаре, там более естественная территория, а Мельбурн и Обард – это более дикие зоны. Также вы можете видеть, что мы имеем большое количество вертикальных точек, контрольных точек, с различными уровнями точностями и различными ЦМРами, подготовленными для них. Например, до 100 контрольных точек для каждого объекта. Мы видим предварительные результаты работы для SPOT 6 над Мельбурном и Обардом. Мы видим, что количество контрольных точек, как я уже говорил, составляет примерно сотни. Это достаточно большое количество. Что касается вертикальной точности, которую мы получили, во многом это зависит в конечном итоге от коэффициента B на H. И в том случае, там, где B на H диапазон больше, точность выше, с более низким диапазоном B на H, соответственно, и падает и точность. Мы видим точность по Хоббарду и Мельбурн достигает 2,3-2,5 метров в LE 90. Это достаточно плохой диапазон. И значительно хуже это от 3 до 5 часто при малом диапазоне B на H. Что нас особо не удивляет, потому что, как правило, это наблюдается при стереопарах тот факт, что стереоскопия менее дискриминативна с меньшими диапазонами или коэффициентами B на H. Работая с Saint-Victoire, мы получили наилучшие контрольные точки и точки привязки, как я говорил раньше. И при большом количестве контрольных точек мы смогли достичь уровень точности примерно в рамках одного пикселя, то есть одного метра в нашем случае. Опять же, когда диапазон B на H снижается, и точность также падает. Падает до примерно 3 метров. Что мы здесь можем наблюдать? Это когда мы объединяем стереопары, когда мы объединяем соответствующие CMR, мы не улучшаем серьезную точность на самом деле. Лучше пользоваться больше, чем двумя снимками, что повлияет больше на комплектность CMR. Меньшее количество снимков означает, что у нас будет одна стереопара и все. На самом деле, это геометрическую точность не повышает. На этой стадии для нас было важно подтвердить, что SPOT 6, конечно же, в оптимальных условиях, может достичь вертикальной точности примерно уровня одного пикселя. Примерно полутора метров в нашем случае по LE90. Здесь вы видите вид на наш CMR по Сент-Виктуар. Как я говорил раньше о разных выводах по этому тесту, мы видели во время проведения этого теста, что природная геометрия в данном конкретном случае была значительно лучше, чем изначально была определена. Встроенная горизонтальная точность значительно была выше, при углах меньше 30 градусов. То есть это хорошие новости. Что касается горизонтальной точности, используя вот такие хорошие точки, контрольные точки, мы смогли измерить горизонтальную точность на уровне ниже, лучше, чем один пиксель по CE90. Мы проверили это на Сент-Виктуаре в Мельбурне. И везде мы получали это при большом количестве контрольных точек. Что уже касается вертикальной точности, опять же мы подтвердили, что возможно получить CMR с вертикальной точностью на уровне примерно от пикселя, близко к размеру пикселя по LE90. Опять же это хорошие новости. Что уже касается коэффициента BNH, опять же это известный факт, это не то, что секрет большой, мы действительно подтверждаем, что коэффициент BNH от 0,5 и выше, лучше, другие показатели от 0,25 до 0,3 дают, в принципе, оптимальный результат. Как я говорил раньше, использование триплета серьезно не повышает вертикальную точность, но, по сути, это снижает количество слепых зон примерно наполовину в соответствии с нашими проведенными тестами. в зависимости от коэффициента, от K-фактора. Как правило, это используется, рекомендуется для использования в особо высотных зонах с большими перепадами высот, где мы можем видеть или не увидеть большой количество слепых зон. для стандартных приложений исследование предполагает и подсказывает использовать вот такого рода оптимальную тристереоконфигурацию при первой съемке от 15, минус 15-20 градусов с дальнейшим, и плюс 15-20 градусов и одной камерой в надире, одной лидерной надире. В заключение по споту 6 мы можем сказать, что мы полагаем, что в соответствии с этим тестом спот 6 является адекватным инструментом для получения контурных линий картографического качества с 5-метровым интервалом, что может пользоваться этим материалом в производственном процессе для генерирования контурных линий для CMR. Мы туда интегрируем все необходимые линии, элементы. То есть полный завершенный процесс. Это является хорошей новостью для картографов. Итак, это также позволяет нам сделать вывод, что спот 6 для нас, или, скажем так, точно, с геометрической точки зрения, спот 6 позволяет использовать для обычных картографических задач для 20-25, тысячного масштаба и выше. Здесь мы видим развитие спота 6. Теперь давайте перейдем к соответствующему серии спутников Плеяд. Плеяд также оборудована сейчас новым сенсором. Первая Плеяда была запущена в конце 2011 года. По самой последней, то есть вторая Плеяда была запущена в конце 2012 года. К сожалению, они не являются спутниками, которые финансируются Астриумом, поэтому они нам не принадлежат. Они финансируются из средств правительства, поэтому для нас они менее гибкие инструменты, но в любом случае основные характеристики Плеяд вам прекрасно знакомы. 50 сантиметров в панкроматическом режиме до 2 метров в мультиспектральном режиме. Что аналогично и для спота 6, это цена на квадратный километр примерно одинаковая. Что касается съемки, режима съемки, то есть к зрению геометрии, опять же Плеяда показывает высокую универсальность. Как правило, они могут снимать в диапазоне 1000 километров 20 различных целей, а для спота 6 это показатель был 11, помните? То есть 11 выше, чем у Плеяды, что это хорошо, потому что спот 6 действительно очень универсален, а Плеяда тоже достаточно универсален. Также Плеяда может делать так называемое уличное корректирование, проводить один пролет, помогает провести съемку, полосную съемку с аналогичными и постоянными радиометрическими характеристиками. Плеяда также может производить съемку в коридорном режиме и в маршрутном режиме и снимать линейные цели, как именно реки, границы, дорожную инфраструктуру, прибежную или пограничную зону и так далее. С той же самой радиометрикой в постоянном режиме. Плеяда может производить съемку за один пролет до 6000 квадратных километров в стерео или до 2000 квадратных километров в три стерео, что также достаточно поразительный результат. У нас есть конкретные мульти-экспозиционные режимы, как, скажем, как в фильме, как в кино. За один пролет можно получать до 25 снимков над одной и той же зоной, что дает вам динамическую информацию о том, что движется. За всего несколько секунд мы видим, что движется в конкретной зоне, что может представлять интерес для служб разведки или для служб мониторинга. Итак, исследование по Плеядам проводилось на ранней стадии запуска Плеяд, при запуске Плеяд 1А. И геометрия пока еще была точно неизвестна и недостаточно образом стабилизирована. И основная цель была, как бы, откалибровать все необходимые параметры. И также было интересно посмотреть на то, изучить это, и знать не только кратические Плеяды, но также и проверить различные возможности, связанные с повышенной универсальностью использования Плеяды. методология исследования была абсолютно идентична тому, что мы использовали при СПОТ-6, блочная корректировка, использование согласования по индивидуальным парам, используя те же самые контрольные точки. Мы также связывали это с индивидуальными парами, и потом соответствующие ЦМР потом объединялись. Но что касается Плеяды, генерированные ЦМР имели однометровый шаг. Как я уже говорил, места тестирования были похожи, Лиссабон, Португалии, Хобарт, Тасмани, но это не совсем Австралия, Казахстан, Тасмани, но не важно. Монтайн-Сент-Виктуар, это Франция и Мельбурн, опять же Австралия. Вы видите, что по 2-3 снимка у нас было получено от 3-4 этих тестовых объектов в Мельбурне. Было сделано 17 снимков, которые получены в результате режима множественного захвата, который позволяет получать до 25 снимков по одному объекту. В данном случае мы получили 17 снимков по одному объекту. По всем тестируемым объектам мы получили большое количество контрольных точек, опорных точек. Первые результаты по нашим четырем контрольным объектам вы видите большое количество опорных точек, особенно что касается Энт-Виктуара, их огромное количество. вы видите точность вертикали с учетом СКО. Последняя колонка. В данном случае мы... у нас получается показатель где-то 0,4-0,5 метров по СКО по вертикальной точности, что очень интересный показатель. Опять же, мы не так далеко от размера пикселя. СКО. 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 Эта картина находится в России, кстати, в Эрмитаже, если не ошибаюсь. Вот можете видеть вид Сент-Виктуар. То есть Сент-Виктуар использовался как объект, тестируя не только для фотограмметрических приложений, но и для художников. Может быть, это не так красиво выглядит, карта гора Сент-Виктуар, но так выглядела наша цифровая модель рельефа, подготовленная с помощью плеяды. Итак, поговорим о Мельбурне, что представляет особый интерес, потому что там мы произвели захват 17 снимков от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Был захват, очлен интересный диапазон разных углов. Разумеется, между различными сценами мы получали отличия в 5-6 градусов между ними, между вот этими ближайшими снимками. 295 опорных точек были как на крыше установлено, так и на крыше доно, так и на земле. Результат указывает два явления. Во-первых, умеренный, ну умеренный, это где-то 15 градусов стереоугол, дает более точный показатель, чем узкий угол в 10 градусов. Мы не имели никакого воздействия на комплектность, вне зависимости от использования умеренного или узкого угла. Мы все равно получали примерно ту же комплектность, но вертикальная точность была лучше. Итак, поговорим сейчас о результатах, полученных в Мельбурге. Мы обработали большое количество CMR, используя разные узкие пары или умеренные пары. Опять то, что мы называем узкой парой, это то, что лежит в диапазоне примерно минус 10, плюс 10 градусов. Если речь идет о триплете, то это минус 10, плюс минус 10. А умеренные углы, это минус 15, плюс 15 даже для триплета. И что мы видим здесь? Мы видим в оранжевом выделено умеренные стереоконфигурации, получают лучшие результаты между 0.4 и 0.5 СКО, что по LE90 дает лучшие результаты. Мы при узких углах, результат не так хорош, он ближе к 0.6-0.7 где-то метров по СКО, по LE90. Мы проводили этот тест, используя 3, 4, 7 снимков, и что мы получили и увидели, что не то, что от 3 до 4 снимков особого скачка в качестве не было. Количество снимков имело влияние только на комплектность. А вертикальная точность примерно получалась одинаковая, что и в SPOT 6. Может быть, основное отличие заключалось в том, что мы улучшили результаты по сравнению со SPOT 6 в плане комплектности при большем количестве снимков. Комплектность увеличилась примерно на 75%. И связано это с уровнем разрешения плеяды, который лучше описывает фронтальную часть зданий с большим количеством деталей, а на SPOT 6 у нас было полтораметровое разрешение. Здесь вид, который наглядно иллюстрирует этот аспект комплектности. Сверху вы видите CMR с двумя снимками, один плюс два, еще один CMR с двумя стереопарами, снимок один плюс три, третий CMR сделан с снимками два плюс три. Здесь мы пользуемся тремя комбинациями готовых снимков, полученных в триплете через три стереопару. И мы комбинировали это в CMR, который вы видите справа. Это итоговый CMR. Вы видите красным выделены отсутствующие части, спрятанные части, которые не видны. И мы видим, что на итоговом уже совмещенном CMR мы видим реальное снижение этих красных зон, что вполне логично. И мы получили улучшение примерно на 75%, что достаточно поразительно. Итак, как здесь написано, CMR всегда выглядит хорошо и со стороны, и издалека, но давайте посмотрим поближе на них. Здесь вы видите наш тестовый полигон в Мельбурне. CMR был сгенерирован, используя стереопару в Плеяде. Вы видите уровень детализации, который мы видим на крышах зданий, на самих зданиях, на различных структурах, которые прекрасно видны на этих крупных зданиях. Здесь мы видим зону природной растительности. Также здесь есть ряд отдельно стоящих зданий, ферм. Вот здесь, к примеру, вот вы видите в этой зоне, здесь стоит ферма. Здесь есть текстура, которая отражает CMR. Это видно, что происходит там, различная растительность, деревья. Это природная растительность. Дороги. Печатка также выделяется здесь. Another example, which is interesting, because you see here a fence is visible. The fence appears clearly in the optical image. And the same fence is described through the DN as well. We see the buildings again. We see here a small drain for drainage between two fields. Of course, the edge of trees here are clearly seen in the DN. Это, опять-таки, показывает то, что мы видим идеальную структуру зданий, благодаря CMR. все детали, соответствующие деревьям, как вы видите здесь, как вы можете видеть здесь. Но любопытно то, что в отношении фотограмметрии видны линейные характеристики, линейные объекты, и в зависимости от различных участков ориентации линий меняется. И в зависимости от линейной ориентации это более или менее хорошо описано в модели рельефа. Вот, к примеру, изображение, имеющее некую линейную структуру, постройку, несколько таких постройок. Здесь вновь появляется линейная структура, хотя аналогичная постройка, которая находится здесь, здесь не просматривается. Вот видите, если я вернусь к этому изображению, связано это с ориентацией стелескопического вида, связанного с направлением ведения съемки. Поэтому становится сложнее четко снимать это для системы, так как системе сложно зацепиться за какие-то точки. В результате цифровая модель рельефа в этом конкретном месте не столь четкая. Там, где линейные объекты пересекают поле зрения спутника, то системе проще скреллировать по этой линии и предоставить достаточно точное значение. Еще один пример. Аналогичный эффект. Линейные объекты на изображении они загрублены на CMR. Хотя это вполне нормально. То же самое относится к CMR-аэрофотосъемке. Будет сложно найти точки для фотограмметрии, для работы. В качестве выводов первого исследования можно констатировать, что мы, как я отмечал ранее, получили вертикальную СКО порядка пиксельного размера, то есть полметра. Рекомендуется использование трех изображений. Там, где это возможно, но для плеяда третий имидж очень важен для получения CMR. Результаты демонстрируют то, что получается CMR очень близко к тому, что получается при 50-сантиметровой съемке. Это то, что я вам показывал чуть раньше. Это то, что касалось спорта 6-го и плеяд и их геометрических характеристик. Несколько слов о том, что РГ делает нового во французской картографии и, мне кажется, важным сообщить вам о направлениях работы. Как известно, французское картографическое агентство является государственной структурой, охватывает всю территорию страны своей деятельностью до последнего года агентства использовали лишь материалы аэрофотосъемки для удовлетворения всех своих потребностей. агент работает с векторными данными полученные в результате стереотплотинга и с ортофото имеющими разрешение 50 сантиметров сантиметров и эта работа ведется для частного коммерческого и официального видов пользования. на самом деле это является дополняющим источником аэрофотосъемки. Дело в том, что агентство располагает парком самолетов очень дорогостоящим. Но, с другой стороны, этот парк недостаточен для того, чтобы в полном объеме отвечать всем имеющимся запросам. Поэтому агентству приходится разделять работу по аэрофотосъемке так как часто требуется оперативная работа. Так вот, эта работа разделяется между аэрофото и спутниками. Вот для чего нужна плеяда. То есть, с одной стороны, это заменяет аэрофотосъемку, с другой стороны, является дополнением к аэрофотосъемке. Так что, теперь у агентства категорифического появилась новая задача ведения наблюдения, мониторинга за лесами. Поэтому плеяда рассматривается как возможная замена аэрофотосъемочных мероприятий. Программа была начата в 2012 году. Вот распределение на тот год. 27 департаментов страны должны быть охвачены аэрофотосъемкой и три должны быть отсняты спутником плеяды. в начале было так. IGN в прошлом использовала материалы зарубежных спутников и применяла их в категорифических целях, поскольку стоимость использования самолетов непомерно высока, так как у нас много островов и чтобы туда вылетать, снимать материал не хватит никаких средств. Поэтому использование плеяды является в общем революционным шагом для нас. Наши возможности значительно расширились. Вот перед вами карта зеленым цветом показана материал собранный. в моноскопном режиме окрасным некоторые участки отработаны в стерео. Сейчас это интегрировано в общую работу во-первых в эту фото базу данных там проводится построение мозаики с левой стороны в частности можно увидеть фото а справа снимок сделаны плеяды 1 в отношении плеяды плеяды особенно полезно для гористой местности поскольку это сложная для съемки территория в силу ряда причин и поэтому проще отрабатывать ее при помощи плеяды ну и дешевле так что мы дали задание плеяде собирать материал над альбами в течение двух месяцев и мы после этого конечно же мы обязаны делать вас мозаику снимков по всей стране так как это субнациональная база данных комплексная мозаика в общем-то себя хорошо заекомендовала вот как она получается аэрофотоснимок был первым а это общая мозаика аэрофото и космического снимка и на самом деле трудно увидеть где здесь проходят линии как и в случае с альбами мы на самом деле находимся не в самой оптимальной ситуации мы также работали над корсикой тоже гористая местность у нас был материал с точностью 6 метров аэрофотосъемочный материал и была радарная съемка и мы добавили туда еще плеяду и вот визуально просматривается отличие между радарной съемкой слева и плеядой справа а здесь сводная таблица результатов полученных с плеяда аэрофотосъемки и радарным путем самая точная CMR получена как раз с плеядой мы сейчас работаем в режиме реал реалайф реальной жизни в сложных условиях где не всегда достаточно контрольных точек иметь точность довольно неплохо так что наше агентство довольно оптимистично оценило эти результаты и с уверенностью планирует использовать плеяду и в будущем в том числе и для замены аэрофотосъемочной материал ну вот моя презентация большое спасибо за внимание Коще вопросы есть sorry Олег Гомозов институт точных приборов Михаил скажите пожалуйста вот когда вы делали оценку вы делали блочное уравнивание вы сказали значит какая модель при этом использовалась полная модель или RPC модель мы использовали полную 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 модель или производили физическую модель так называемую в обоих случаях thanks может быть пропустил значит точки по которым выполнялась оценка они в блочном ориентировании участвовали или нет ну нет никогда нет мы отделяем их с одной стороны мы использовали точки опорные точки а с другой стороны мы использовали другой набор точек для контроля сколько если контрольные точки используются для регистра ну да 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 и тогда последний вопрос скажите оценка выполнялась по RPC модели пусть не такая детальная ну а да нет на этом этапе тестируем мы не пока не применяли RPC но новость из следующей презентации вы узнаете об RPC так что это очень неплохой переход к следующей презентации которая будет сделана Надеждой Малявиной и господином Цитановым из Ракурса А еще вопрос да Good afternoon вопрос вот по части как раз стерео и три стерео вы очень хорошо там подробно показали точности которые вы получали ну со стерео все понятно да здесь вопросов нету вопрос касается больше три стерео есть ли какие-то стандартные методики обработки то есть что собственно с ними делать есть ли какая-то методология стандартная как их обрабатывать как вы рекомендуете какие-то рекомендации методология которую мы используем для тестирования в общем то классическая когда у нас есть триплет три изображения у нас есть три изображения один два три то есть три возможных варианта которые коррелируются трижды получают соответственно а после этого после слияния грамотного умного слияния если нужно сохранить какую-то информацию и не выделить какие-то не выделять какие-то артефакты это наиболее чувствительная часть процесса сензитивная и я не уверен что у нас есть какой-то стандартный метод методологии пока ее нет еще один небольшой вопрос вот когда вы мерджируете вот эти три полученных CMR да не получается ли такое что общая точность повышается но при этом вылезают какие-то локальные ошибки которые может стать больше у нас есть определенный уровень корреляции между точностью которую можно назвать шумом шумом это так но одновременно подобного рода шумы содержат несут в себе какую-то информацию поэтому их отделять сложно так что действительно увеличивая количество снимков мы также немножко добавляем шума Full questions? Еще вопросы? If there are no further questions если больше вопросов нет тогда перейдем к следующей manifest если контакты подробнее присоединиться с